почему так долго дворец большой представляем вам самый секретный дворец в россии дворец путина под геленджиком вот он прямо перед вами это самый большой частный жилой дом в россии его официально подтвержденная площадь по документам 17 с половиной тысяч квадратных метров все скомпоновали и решили скоро в ютюбе все подробно выложат и запустили это интернета фильмы какие-то там видеопрограммы тот факт что у головы государства имеются какие-то резиденции это нормально и вообще живешь на свете по доверенности машина им жены дач на мое имя ничего у тебя нет ты голодранец ничего из того что там указано качестве моей собственности не мне и моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежала никогда легализация это не какое-то расследование это легализация материалов американских спецслужб я чайной комнаты свернул в кальянную а туда в казино и заблудился так что сколько бы нам не рассказывали что этот объект принадлежит некому бизнесмену это наглая ложь не бывает над домами бизнесменов бесполетных зон не строят их сотрудники фсо и не охраняют сотрудники фсб перед домами бизнесменов не закрывает моря даже для рыбацких лодок ни у кого не может быть ни малейших сомнений в том что это дворец путина не потускнеет ваши ёршик путин уж точно не увлечен туалет нам ёршиком другой стороны если это принадлежит путину как физическому лицу это предмет уголовного дела помните был такой национальный проект здоровья так вот журналисты отследили что наше с вами государство закупало дорогостоящие медицинские оборудования по цене гораздо выше рыночной разница между ценами оставалась у посредников которые пропустив деньги через несколько контор в итоге выводили их на счета фирмы ланфранко чирилла итальянского архитектора путинского дворца с формулировкой на строительство объекта на черном море то есть в буквальном смысле мы платили налоги чтобы с этих денег лечить тех кто заболел они эти деньги взяли и потратили на путинский дворец спасибо вам большое власть может быть страшной власть может быть не стра но власть не имеет права быть смешной они сейчас сами становятся смешными но и становятся еще смешными как вот в великой книге стивена кинга it оно вот там клоун но клоун который пожирает детей вот эта смешная власть одновременно лупит дубинками одновременно вот этот удар омоновцы женщине ногой в живот это сочетание выкидывает на всех в пространство разрушения нормального видения страны и общество люди готовы жить в монархии люди готовы жить в социализме люди готовы жить демократию люди не Мы не готовы жить в пространстве, в котором есть одновременно социализм для одних, монархия для других, демократия для третьих, а беспредел для всех сразу.